Функциональная диспепсия, я хочу здесь, я так поняла, что в основном присутствуют врачи не гастроэнтерологи, а врачи семейной практики и врачи-терапевты, потому что врачи-гастроэнтерологи уже довольно хорошо знают эту патологию, которую мы называем функциональной диспепсией, а врачи-терапевты, врачи семейной практики очень часто могут выставлять вместо функциональной диагноза диагноз хронический гастрит. Поэтому в таком кратном вступлении я хочу вам подчеркнуть то, что хронический гастрит это морфологический диагноз и по согласно всем требованиям мировым и на Украине тоже вы можете поставить диагноз хронического гастрита, если вы взяли БМС и провели морфологические исследования. Во всех остальных случаях, если вы не выявляете там эрозии, язды, выставляете диагноз функциональной диспепсия, потому что получается очень большой парадокс. Наша страна является ведущей страной по количеству больных с хроническими гастритами, лишь только по той простой причине, что врачу, который сталкивается из пациентов, очень легко и просто выставить диагноз хронический гастрит, там какую-то стадию, да, и как-то вам еще бы не привыкли к этому диагнозу, который называется функциональная диспепсия. Что-то не очень удачный слайд, но это не имеет значения. Я хочу распространенность функциональной диспепсии чрезвычайно высокая. Каждый, по согласно различным статистическим данным, она по разным странам колеблется где-то до 54%. Больные, которые приходят на прием к семейному врачу-терапенту, где-то каждый третий имеет жалобы, которые соответствуют функциональной диспепсии. Согласно римским критериям, 2006 года выделяют две основные формы функциональной диспепсии. Так называемый пост, как бы, пищевой дистресс-синдром, да, который может протекать в виде жжения, тяжести в эпигастрии, боли в эпигастрии, а также чувство распирания дискомфорта. Но характерным является то, что при объективном исследовании, при определении всевозможного анализа, общего анализа крови, определение фекали на скрытую кровь, анализа крови, эндоскопического исследования, мы не находим морфологической, органической причины, которая бы указана на то, что у пациента имеется именно заболевание, заболевание желудка. Хочу еще раз сказать, что у больных с функциональной диспепсией нет изжоги, должна отсутствовать изжога. Хотя функциональная изжога, такой симптом, синдром также выделяется, но при чистой желудочной функциональной диспепсии есть чувство ржения в эпигастрии. Но как таковой изжоги мы не диагностируем. Функциональная диспепсия чаще всего страдает пациент молодого и среднего возраста, в основном до 45 лет. Если такая симптоматика присутствует у пациента 45 лет, это говорит о том, что мы должны быть в какой-то мере, иметь настороженность и обратить внимание на так называемые красные флажки. Это красные флажки, которые могут указать на то, что больной имеет органику, а при этом очень важно нам не пропустить раннюю форму рака желудка. Когда спрашивают, какой эндоскопист является самым хорошим эндоскопистом. В Японии есть четкое определение. Это не тот, у нас говорят, этот хороший эндоскопист, у него легкая рука. Не тот, у кого легкая или тяжелая рука, кто быстро смотрит или медленно смотрит. Хороший эндоскопист считается тот эндоскопист, который за свою жизнь выявил максимальное количество рака желудка. Если эндоскопист максимально много пропустил рака желудка, это плохой эндоскопист. Если он максимально выявил большее количество ранних форм рака желудка, это хороший эндоскопист. Поэтому у листов где-то после 45 лет, прежде всего, обращаем внимание, нет ли потери массы тела. Если есть потеря массы тела, это должно насторожить. Нет ли какой-либо мельчайшей анемии. Нет ли снижения аппетита. Нет ли, допустим, сложности к суфрабилитету. В таких случаях, естественно, мы обязаны более тщательно просмотреть желудок, брать биопсию в нескольких местах подозрительных, или исключить локализацию канцера в других местах. Какие же причины развития функциональности? Большие перерывы между едой. Это работа в ночное время. Это всевозможные стрессы. Но при этом, конечно, учитываются также индивидуальные, психоэмоциональные особенности индивидуума. Потому что один человек может и хобби носить все эти стрессовые изменения, а другой нет. Это нарушение также со стороны мозга. Если мы возьмем со стороны желудка, так это нарушение восприятия, прежде всего. То есть повышенная висторальная чувствительность. Если нормальный человек переносит нормальный определенный объем пищи, больной с нарушением висторальной чувствительности, даже небольшой объем пищи уменьшенный вызывает у него боль. Это также пищевая аллергия. Возможно, это мы должны исключить. Это повышенное обсеменение хеликобактер пилори. И это прежде всего нарушение моторики. Следующее. Здесь показано влияние центральной нервной системы. Иногда говорят, что могут быть изменения центральной нервной системы, нарушения периферической нервной системы. То есть функциональная диспетия не такое простое заболевание. Есть мнение о том, что причины функциональной диспетии кроются не в самом желудке, а вне желудка. И они являются причиной нарушения моторики. Следующее. Клиника. Клиника – это постпрандиальное переполнение, это чувство тяжести, чувство длительного пребывания пищи в желудке. Это быстрое иногда насыщение, когда человек не может съесть определенное необходимое для его организма количество пищи, в результате чего он теряет массу тела и боль. Следующее. Теперь согласно всевозможных исследований и систематических обзоров установлено, что больше всего, где-то до 50% пациента страдает, имеет нарушенную желудочную аккомодацию после еды. Где-то 65% гиперчувствительность стенки желудка. До 59% имеют ослабленную эвакуацию у желудка. А некоторые имеют нарушенную так называемую активность и ритм сокращения желудка в виде таки гастрии, браги гастрии и антральной фибрилляции. Следующее. То есть нарушение моторики, они доминируют в развитии синдрома функциональной дисексии. Это чрезвычайно очень важно. Потому что, например, нарушение антральной моторики, то есть антральная дисмоторика, когда нарушается эвакуация пищи в 12-перстную кишку, а под влиянием пищи идет выделение такого важного гормона, как холецистокинин, панкреозимин. Вслед за этим будет тянуться и дисмоторика желчного пузыря, дисмоторика с гинтероводии и вообще нарушение процессов пищеварения в тонком кишечнике. Следующий. Последствия нарушения моторики желудка. Кроме тяжести и изменения содержимого желудка, это отрицательное влияние вообще на все процессы пищеварения. Это нарушение общего состояния, качества жизни, психоэмоционального состояния. Я это подчеркиваю. Почему? Потому что любая диспепсия, как правило, врачи назначают что? Как правило, вы назначаете ферментные препараты. Ферментные препараты. Но, к сожалению, ферментные препараты улучшают процессы пищеварения, а не не способствуют нормализации моторики. Потому что если у больного с нарушенным эвакуацией пищи из желудка, после еды, это небольшой объем пищи, может лежать до вечера, и вызывает тошно, брожение, головную боль, в конечном итоге это перебродившееся режимом поступает в тонкую пищу, никакой фермент не может выровнять эту ситуацию. Следующий. Крития носика диспепсия. Я уже подчеркивала, когда не было презентации, что это диагноз исключения. Мы оцениваем жалобы, клинику, течение, анализы крови. И, естественно, при подозрении проводим гастроскопию с биопсией, если есть симптомы тревоги. Следующий. Лечение функциональной диспепсии. Мы должны, прежде всего, устранить причины или спровоцирующие факторы. Это, прежде всего, если есть показания эрадикации калифобактери пилори, но не во всех случаях, очевидно, необходимо это проводить. Это зависит от многих факторов. Есть индивидуальный подход. Используют ингибиторы протоновой помпы, то есть антисекреторные препараты, но здесь терапия по требованию. Есть у больного, допустим, жалобы на явление ацидии изморжения, высокую секрецию мы проводим. Используются также антоциды как вспомогательные средства и, естественно, центральное место занимает прокинетики. Следующий. Ну, естественно, лечение больных с лучшим кишечным трактом, как и у любых больных, мы начинаем с питания. Питание должно быть, естественно, режим нормальный, питание должно быть полноценное. Предупреждать нарушение секреции, то есть мы исключаем стимуляторы секреции, предупреждать нарушение моторики. Мы очень хорошо знаем такой пример. Яйцо крутое лежит в желудке 4-6 часов, а в лет покидает через 1-2 часа. То есть это тоже не в логовой пище. Питание должно улучшать психоэмоциональное состояние больных, то есть богато витаминами и различными необходимыми аминогислотами. И больных должен придерживаться режима питания. Следующий. Я хочу остановиться на вам известном препарате. Это препарат, много, как говорится, уже лет присутствует на рынке Украины. Это мотириум. Современный регулятор моторики. Действующим веществом мотириума является дом-перидон. Следующий. Механизм действия мотириума. Прежде всего усиливает тонус нижнего пищеводного свинтера и таким образом предотвращает гастрозофагальный рефлекс, нормализует перистальтику желудка, улучшает опорожнение желудка, таким образом снимает самые основные симптомы функциональной диссепсии. Это тяжесть, тошнот улучшает, также антибилдинальную координацию, то есть через желудок нормализует деятельность свинтера, воде и желчного пузыря. Следующий. Механизм действия прежде всего положительным влиянием не только на желудок, но и на желчевыводящую систему. Следующий. Мотириум имеет достаточно большую доказательную базу. На данном слайде приведены источники, и вот здесь есть исследования достаточно такие крупномасштабные, обследованные 7834 пациентов, второй источник это 2465 пациентов, и таких исследований достаточно множество, когда геавторы подчеркивают положительный эффект где-то у 89% пациентов, которым назначался мотириум при функциональной диссепсии. Следующий. Следующий, да, спасибо. Спасибо. Спасибо.